На этом видео гендиректор завода по сборке шахедов Тимур Шагивалеев браво рассказывает российским средствам массовой дезинформации о процессе производства дронов, которыми россияне ежедневно атакуют Украину. Она стабилизирована в полете и управляемой. Интегрируем различные камеры, тепловизоры, видеокамеры. А на этом видео, после справедливого прилета украинских дронов, этот шизоид рассказывает о потомках тех, кто брал Париж и Берлин. Именно против таких людей мы и проводим специальную военную операцию. Эти беспилотники были оснащены оборудованием стран НАТО. Но кого они думали запугать? Потомков людей, которые в 1815 году брали Париж, а в 1945 году брали Берлин? Не получится. Полная шиза. К ней присоединяется депутат Госдумы Андрей Гурулев, который выдвигает версию, что беспилотники, атаковавшие Татарстан, были запущены не с территории Украины, а из республик Средней Азии. Не факт, что запустились с территории Украины. То есть у тебя остаются два варианта, либо с нашей стороны, либо с западной стороны. Есть еще у нас республики Средней Азии, которые вполне возможны, потому что те степные районы, которые находятся в северной и северо-западной стороне, они практически безлюдные, кто не знает. Они не контролируются ни с воздуха, ни радиолокационными станциями. Провести можно что угодно. Поэтому как-то вот так. Ну вот, получается как-то так. Понимаете? Как вам такая версия? Может, Елбасы мстит Путину? В особой экономической зоне Алабуга, в Татарстане, по которой ранним утром был нанесен удар, была организована сборка иранских боевых дронов Шахед. Российские и иранские инженеры совместно дорабатывают конструкторскую документацию. А специалисты из Алабуги проходят обучение на территории иранского производства для этого проекта. Общую площадь ангара, где проходит сборка, планируется увеличить до 100 тысяч квадратных метров. Дроны собирались из готовых комплектов, поставляемых из Ирана. К сборке иранских дронов Камикадзе Шахед привлекали в том числе несовершеннолетних студентов колледжа Алабуга Политех. Похоже, кремлевскому ничтожеству не терпится нарваться на еще один иск Международного уголовного суда. Пока голова разделена на две части. Это болезнь. Это тяжелая болезнь, тяжелое заболевание. Тем временем старые маразматики прикидываются шлангами, хотят брать у Киева и угрожают украинцам тем, чем и так занимаются третий год. Когда Киев возьмем, тогда закончится беспредел с беспилотниками. Пока будем продолжать отражать эти подлые теоретические выходки. Напомним, по мирным городам Украины, начиная с 24 февраля 2022 года, россиянами было выпущено более 8 тысяч крылатых, баллистических и других типов ракет, более 10 тысяч дронов Камикадзе, более 6 миллионов снарядов разных типов. Это не считая мин и более мелких боеприпасов. Шестерка Шойгу, депутат Картополов, говорит, что завод в Елабуге – это мирный объект. Там всего-навсего производят дроны Камикадзе, которыми россияне убивают украинцев. Мы имеем дело с очень подлым противником, который не воюет традиционными методами, а который привык бить из-под тишка. То есть, по сути, продолжают все эти террористические атаки. Ведь что такое удар по Елабуге? Это ведь не удар по какому-то военному объекту или промоченному объекту. Это удар по общежитию, где живут обычные люди. Что это за детский сад? Что это за люди? Кто они такие? Поэтому мы четко должны это понимать. С террористом всегда сложнее справиться, чем с обычным военным противником. Но мы справимся. Я считаю, что это полная дурь, понимаете? А любитель кривизны земли Ходоренок в эфире Соловьева обещает уничтожить в Украине то, что не удастся восстановить. И на территории противника есть немало же таких объектов, поражение которых вызовет очень болезненную реакцию всего украинского общества. И мне бы не хотелось даже перечислять эти объекты, которые могут попасть под удар военно-морского флота, воздушно-космических сил. И противоположная сторона должна иметь в виду, что, ребята, ну если вы будете продолжать подобные усилия, ответ может быть последовать не менее мощность. Вы еще горько заплачете и пожалеете о том. А то сейчас определенные ликования у них, лишим Россию объектов топливно-космического комплекса. Так ведь и мы можем лишить кое-чего такого, что вы потом не восстановите в течение 40-50 лет, а может быть даже и больше. Дамбокаховская ГЭС уже забыта? Одне про ГЭС. Змеевская ТЭС тоже мелочь. А сотни заводов, фабрик, нефтебаз, мостов тоже не вы. Ну хорошо, только пусть россияне не спрашивают потом о нас за что и не рассказывают о затуманенном сознании украинских воинов. Вы здесь живете? Да. Как вы считаете, зачем они вот это делают? Зачем они так обстреливают мирных? Ну просто затуманены мозги. У меня брат на Украине. Родной, двоюродный. Там другие родственники, сосед в Харькове. Не общаетесь с ним? Почему общаюсь? И как? Что они говорят? Одни понимают, другие нет. Это болезнь. Это тяжелая болезнь, тяжелое заболевание. А знаете, почему сборщики иранских дронов Камикадзе, студенты Политехнического колледжа, уже на улице? На этом видео. А на дороге машины с мигалками. Дело в том, что первый слабый удар пришелся в общежитие, чтобы повыгонять мирных на улицу. И никто особо не пострадал. Потому что украинцы не расисты. А вот второй, более мощный дрон попал точно в цех по сборке шахедов. Таких Б-плана вооружений ВСУ тысячи и производство наращивается. Ах да, самое интересное. На борту система РЭБ, которая глушит все аналоговнетное ПВО РФ. Поэтому при желании, Лубянка, Кремль, Госдума и все остальные символы Московии будут уничтожены. Так что нравится, не нравится, распад Шизоимперии приближается. Они не контролируются ни с воздуха, ни радиолокационными станциями. Провести можно что угодно. Поэтому как-то вот так. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова